С историческим размахом День Победы отметили в Израиле. В торжественной церемонии, которая прошла в мемориальном комплексе бронетанковых войск в Латруне, приняли участие первые лица государства. Президент, премьер-министр, министр обороны, начальник генерального штаба Армии обороны Израиля, депутаты Кнессета, а также представители дипломатического корпуса. Главные гости вечера — ветераны Второй мировой. Большинство из них — репатрианты из стран бывшего СССР. Основным организатором мероприятия выступил Музей еврейского воина Второй мировой войны, которая еще строится в Латруне. По словам его директора, бригадного генерала Цвики Контора, о подвигах воинов-евреев до недавних времен в Израиле фактически ничего не знали. Когда мы говорили о Второй мировой, никогда не поднимался вопрос о том, что евреи принимали в ней участие. Для нас это было одно слово — Холокост. Евреи были жертвы. Мы потеряли треть нашего народа, но при этом никто не говорил о евреях-воинах. Все началось в 90-х годах, после того, как в Израиль приехали русскоязычные репатрианты из бывшего СССР. Тогда и появился наш проект. Музей расскажет историю полутора миллионов еврейских воинов, о которых никто не знал ранее. Музей израильский, но связи с Россией — это очень важная составляющая часть деятельности музея, несомненно, поскольку в российских музеях накоплен очень богатый опыт по сохранению и увековечению памяти о Второй мировой войне. Конечной целью музея является собрать наиболее полную базу данных всех евреев, сражавшихся в разных армиях союзнических, на полях сражений Второй мировой войны. Музей будет живым. Когда музей откроется, это будет живой музей. Это не будет тот музей, где нельзя ничего трогать, и музей станет международным исследовательским и образовательным центром.